Значение кишечно-полосных в природе — это вопрос ЕГЭ. Первое. Кишечно-полосные — это биофильтраторы, которые очищают воду. Вот этими своими щупальцами верхними они постоянно машут и затаскивают в себя всякие частички, ну, например, разложившиеся тела животных, растений, и очищают воду. Они питаются этими частичками и очищают воду. Поэтому это биофильтраторы. Обязательно это напишем. Второе. Они активно питаются и участвуют в регуляции численности других животных. Ну, например, медузы, знаете, чем питаются? Они рыбу едят. Огромные стаи рыб могут съедать. Некоторые стаи медуз нападают на стаи рыб целых. Целые стаи рыб. Поэтому они питаются активно и регулируют численность других животных. Вот значение. Второе. Они сами являются пищей. Вот эти два пункта всегда надо… Они питаются и они сами могут являться пищей. Например, вот эти личинки, вот эти, видите, с ресничками планулы, они настолько маленькие, что это вообще излюбленная пища для многих. Да, для многих рыб, червей. А если не сами медузы, но даже сами медузы могут быть пищей. Некоторые рыбы питаются медузами. Да даже человек… В Японии там есть, короче, некоторые виды медуз в Японии, которыми человек может питаться. Их там жарят, оказывается. Поэтому это действительно такое, знаете, гидрами пытаются многие… Я думаю, что некоторые рыбы всё-таки могут гидру съесть. Вот. Или, по крайней мере, хотя бы маленьких её, так сказать, её зиготы, её маленькие версии. И последнее, кишечно-полосное, создали многочисленные коралловые рифы и острова, которые являются очень часто местом обитания многих живых существ. В этих всех коралловых рифах, вы не представляете, кто там только не поселился. Да, это очень прекрасное место, где созданы многообразные экосистемы. Обитают другие водные животные, рыбы, моллюски, черви. Поэтому кишечно-полосные они создают экосистемы, по сути дела, вот этими известковыми своими скелетами, особенно коралловые полипы. Но не у всех, кстати, коралловых полипов есть скелет. Есть даже без скелетов некоторые. Например, актиния. У неё вообще нет скелета, она тоже коралловый полип, она такая, на подошве двигается. Залазит часто на рака отшельника, катается на нём. Да, такой известный симбиоз с раком отшельником. Продолжение следует...